Здравствуйте! Но уже сейчас заметны первые результаты. Для себя, для родителей, конечно, они уже потянулись, и осаночка стала лучше, выравниваются. И кто-то уже на шпагатике сел, мостики научились. То есть какие-то результаты для них самих есть. А на соревнованиях, конечно, еще пока рано. То есть после первого года обучения только девочки выступают на соревнованиях. Екатерина еще в детстве поняла, что художественная гимнастика – это навсегда. Получив разряд мастера спорта, решила связать себя с тренерской деятельностью. Так уже 7 лет прививает юному поколению любовь к этому виду спорта. Складываемся вперед, спрятались, и коленочки к полу. Тянись, тянись ручками. Художественная гимнастика – это не просто вид спорта. Это тандем танца, акробатики и циркового искусства. Художественная гимнастика не ограничивается силой, выносливостью и ловкостью. Перед спортсменками стоит довольно непростая задача. Нужно быть сильной, но в то же время изящной, ловкой и грациозной. В их движениях должна царить легкость, а характер должен быть железным. Мне нравится ходить на гимнастику. Я много хожу уже на гимнастику, мне нравится ходить. Мы там тянем носочек, мостик хорошо делаем. У меня больше всего хорошо получается березка, колечко, мостик может. А на шпагат уже садишься? Ну нет, я еще только училась, не получается. Для этих девчат гимнастика скорее развлечение, чем спорт. Но это пока. Через годы они, возможно, будут мастерами самого красивого вида спорта, имя которого художественная гимнастика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова